Дорогие друзья, сегодня у нас очередная встреча, и мы поговорим с вами о спасении. Но прежде хочу представить наших гостей Анатолий и Эльмира. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасение. Вот как вам кажется, когда человек спасается? Спасен он или еще нет? Когда человек спасается, вопрос. Да. Вот мы живем в преддверии последнего времени, мы с этим согласны с вами. Мне кажется, каждый человек задает себе вопрос, вот я спасен или нет? Я отвечу так. Человек, он спасен однажды, тогда, когда Господь совершил спасение нас на Голгофе. Он умер за всех. Осознает он это или нет? Это он на вопрос второй. Хорошо. Эльмира, что вы скажете? Я еще так понимаю, что есть такое слово, спасенный однажды, спасенный навсегда. Это не совсем так. Мы думаем, что вот мы пришли, приняли крещение, мы уже спасены. Спасение – это процесс всей жизни, всей нашей жизни. Мы всю жизнь должны стремиться к этому. Хорошо. А вот интересно, вот все-таки, когда вы считаете, что человек уже спасен? Вот с какого момента? Я понимаю, что Бог подарил возможность спасения всем, но лично человек, когда спасен, я думаю, что тогда, когда он начал следовать за Господом, он понял, что он спасен. То есть вы согласны, что это очень важный вопрос, потому что иногда задаешь человеку, вот говоришь, ты спасен или нет? Он сомневается или не знает, он спасен или не спасен. Спасен надежды. А иногда, если ты вообще не уверен, что ты спасен, как ты тогда проповедуешь другому, то в чем ты сам не уверен, да? Поэтому давайте мы сегодня рассмотрим, вот что такое спасение. Оказывается, оно имеет три фазы. Вот это спасение. Вот первая фаза. Давайте откроем Ефесянам, первую главу, четвертый текст. Вычитаем. Когда он нас избрал? До сотворения мира. До сотворения мира. То есть мы спасены, в принципе, когда? Когда еще нас не было? Да. Когда еще нас не было, уже в плане искупления, в плане спасения, Иисус уже был жертвой за нас. Об этом же пишет апостол Петр, да? Вы помните, да? При закройной прежде создания мира. То есть мы можем сказать, что теоретически все мы были спасены еще прежде, чем мы появились на свет. То есть, как бы, возможность спасения уже могла быть у каждого человека, когда он только появился на этот свет. Да. То есть еще до того, как человек появился на свет, для него есть возможность спасения. То есть мы можем сказать, что это какая-то такая теоретическая фаза. А юридическая фаза когда была? Вот эта теорическая фаза, когда она вступила в силу. Вот это вторая часть нашего спасения, юридическая часть. Давайте откроем, значит, Евангелие от Иоанна, 19 главу, и прочитаем 30 стих. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось. А что совершилось? И, преклонив голову, предал уксус. Спасение ваше совершилось. Спасение ваше совершилось. То есть та теоретическая часть, да, спасения, которая была еще до создания мира прежде, она нашла свое исполнение уже на Голгофском кресте. И мы можем сказать, что Христос искупил нас и спас нас уже на Голгофе, да? Уже до Юра. Юридически уже мы считаемся во Христе спасенным. Но означает ли это, что каждый человек сейчас выясется? Потому что Христос умер за всех, да? Мы с вами понимаем, не ровно заправлено. Да, конечно. Нет, конечно. Нет. Нет. Потому что есть третья фаза спасения, это Филиппийцам 2 глава, 19 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершайте. То есть, что получается? Получается, что спасение оно было всегда, оно нашло свою юридическую силу при смерти Иисуса Христа, и на самом деле со смертью Иисуса Христа все спасены. Но примешь ты это спасение или нет, вот от этого зависит, уже ты будешь спасен или не будешь. Свобода выбора каждого человека. То есть, одно что остается, принимаешь Иисуса Христа, принимаешь Его жертву, ты спасен. Не принимаешь, ты не спасен. Другого пути веришь в это. Да, веришь ты в это или не веришь. Вот от этого зависит наше спасение. То есть, приглашены мы все. Да, еще до нашего рождения. Еще до нашего рождения каждый человек приглашены. Каждый человек. А вы знаете, я думаю, что хорошая вот эта притча с брачным пиром. Всех звал. Всех звал. Но один вот такое извинение, другой, другой извинение. Иисус показал, что возможность истин. На них все. Правильно, правильно. А вот другой вам, вот такой вопрос хочу вам задать. Вот спасенные будут лишь те, чьи имена найдутся в книге жизни. Так говорит Библия. Да, давайте прочитаем. Откровение, 20 глава, 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Ага. То есть, тот, кто не был записан в книге жизни, тот не наследует спасение. Да, если мы откроем Данила, давайте тоже прочитаем, в 19 главу, первый текст. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге жизни. То есть, речь идет о книге жизни. Мне кажется, ясно тут написано, что спасутся все те, чьи имена находятся в книге жизни. А вот такой вам вопрос. А вот наши имена там уже записаны? Или они должны быть записаны в процессе нашей верности Господу? Я думаю... Ну и не только наши, и имена вообще всех людей. Я думаю, что записаны. И праведников, и ирисов. Я думаю, что имена в книге жизни записаны человека, когда он, наверное, только появляется на свет, а останется он там или нет, это будет опять зависеть. То есть, вот такой вопрос. Имена всех людей записаны в книге жизни, и потом они оттуда удаляются? Или имена людей вписываются в книгу жизни в процессе их... В момент крещения, да? Или там момент еще чего-то? В момент их верности, посвященности Богу. Вот как окончательно. Вот Господь их уже записывает, и они уже все. Я думаю, можно догадываться. Но вот так вот, такого расклада в Библии точного нет. Нет. Давайте проанализируем этот важный вопрос, потому что от этого вопроса зависит, легче спастись или легче погибнуть. Одно дело, когда наше имя там есть, и нам надо просто удержать его, а другое дело, нужно очень постараться, чтобы Господь писал наше имя в книгу жизни. Есть разница или нет? Конечно. Есть разница. Есть разница, да? Да. Представьте, вам дали бонус, и от вас требуется этот бонус не потерять. А другое дело, вы должны заработать вот этот бонус. Конечно. Мне кажется, разница очень большая. Давайте откроем для начала книгу Откровения, третью главу. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни. Итак, его имя в книге жизни или не в книге жизни? Вписывается или оно уже есть? Да, написано, что оно уже есть. Оно уже есть, и я не изглажу его. Хорошо, давайте следующий момент посмотрим. Вы знаете, что первое упоминание о книге, первое упоминание о книге, это Исход, 32 глава. Давайте откроем Исход 32, и прочитаем 32 и 33 стихи. Простень грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал. То есть речь идет о Моисея, да? Да. Он просит, чтобы Господь просил свой народ. А если нет, то изгладь мой имя. Значит, имя Моисея в книге жизни есть. Но мы можем сказать, что Моисей, как Анатолий, вы сказали, был праведным человеком, и, естественно, его имя там написано. Но давайте тогда третий текст почитаем. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. То есть все люди все-таки записаны. Не только там имя Моисея было, но даже те, которые согрешили, они были записаны? Были записаны. Были. И Господь говорит, вот этих людей я изглажу, я удалю из списка вот эти имена. Но они были записаны. Еще один текст давайте прочитаем для полной уверенности. Солом 68. Прочитаем 28 и 29 стихи. «Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся». То есть они были в книге? Они были. Но они изглаживаются. То есть мы видим и понимаем, что все-таки Библия прописывает. Библия прописывает этот момент, и она говорит, что имена всех людей уже во Христе, родившихся, неродившихся, праведных грешников, они все находятся в книге живых. Да, у меня было такое понимание, даже если не вникая в эту тему, вот так как мы сейчас вникли, в мое представление тоже было всегда, что Бог, человек родился, появился, он уже вписан. Почему? Он его. Мы все Божьи дети. Мы все Божьи дети. И бывает, что этот Божий сын или Божья дочь, они даже не знают, что они его дети. Но он-то знает. Вот даже если взять на кресте, то Христос умер за весь мир. Он умер за тех, кто его распял. То есть он же их тоже спас. Ну да. То есть по логике они все уже в книге жизни. Конечно. В книге жизни. Поэтому вопрос очень интересный, что оказывается погибнуть намного сложнее, чем спастись. Для спасения необходимо просто сохранить свое имя вот в этой книге, которая уже там... Уже есть. Уже есть. А для того, чтобы погибнуть, нужно очень много сил приложить, настолько заглушить совесть свою, чтобы Бог был вынужден просто выписать наше имя из книги жизни. Да, и что это не произойдет в тот момент, когда ты сказал Богу «нет», это не происходит в тот момент. Нет. Ни в коем случае это не происходит в тот момент, когда ты падаешь, когда ты даже грешишь, когда ты даже... Запланировал уже уйти. Отступаешь, даже если ты запланированно грешишь. Это наступает в тот момент, когда ты уже восстаешь против Бога, как мы это называем из священно-описания. Называют это хула уже на Духа Святого, когда ты не отличаешь уже белое-черное праведное от беззакония. Это в тот момент. То есть вот этот план спасения, он открывает также Божью любовь по отношению к его детям, его долготерпение. Вот это долготерпение. Его долготерпение. То есть для Бога это тоже очень сложный процесс. Вот взять человека и сгладить из книги жизни. Исгладить. Потому что каждый человек это заслуга его сына. Ну да, вот какая мать или какой отец из пятерых своих детей скажет, все, я от тебя отрекаюсь, я от тебя выписываю, вычеркиваю из вообще своего сознания, из жизни, из всего. Пусть он алкоголик или пусть он там еще кто или в тюрьму попал или еще может быть какое-то негодование обоих сторон родителей, но это не значит, что они его вычеркнули. Конечно. Ну, может даже такое случиться, потому что есть такое среди людей, но Бог говорит, у меня такого не происходит. если мать. Ну, из всей Библии говорит, что оставит ли женщина трудное дитя, если даже оставит, то я не оставлю. То я не оставлю, конечно. Вот вы помните еще один текст есть? Лука, 10 глава, 20 текст. Когда ученики возвращаются к Иисусу и радуются, что бесы им повиновались, а Господь что говорит? Не этому радуйтесь, но что ваши имена уже написаны на небесах. На небесах. То есть это, я думаю, очень благая вещь для каждого живущего на земле человека, что его имя записано в книге жизни. И единственное от него требуется сохранить вот эту запись, чтобы она не изглавилась. А благо в том, что у него эта возможность не ограничена одним днем. Да, конечно. Обязательно. Хорошо, значит, что мы с вами выяснили? Мы с вами выяснили, что есть три фазы спасения. Это первая, теоретическая, когда нас вообще еще не было. Вторая, это юридическая, когда Иисус умер на кресте. И вот наше действительное, что мы должны принять, вот со страхом и трепетом совершать, и мы даже поняли, что это означает со страхом и трепетом, беречь наше то имя, которое вписано сегодня в книгу жизни. А вот что от нас требуется, вот что мы должны иметь, вот чтобы войти в Царство небесное. Вот какой пропуск, паспорт своего рода, что-то нам нужно или не нужно. Вот что является нашим паспортом, ну в кавычках паспортом. Да, я понимаю. Давайте, сегодня очень многие люди, они представляют себе, что нужны заслуги, и вот тогда я должен угодить Богу, и вот тогда, может быть, я буду спасен. То есть паспортом являются добрые тела, добрые поступки. Ну, это неверный подход и неверное понимание. Я все-таки считаю, что на первом месте у нас идет вера. Вера в то, что Господь для меня сделал, и я, скажем, вот из-за любви к Господу я ценю всем этим, и я хочу жить так, как Он. Ну, я не считаю, что какая-то моя заслуга, она вот вдруг перевесила, и я проскочил в Царстве Божьем. Ну, не так. Есть стих в Библии, что без веры угодить Богу невозможно. Конечно. Я согласен с этим. То есть угодить, понимаете, слово угодить. Вот угодить слово. Кто-то угождает, там, денег принесет, да, кто-то угождает, там, какое-то дело, какой-то бабушке огород скопает, там, добрые дела, набирает, набирает, ему тогда угождаю. А здесь слово Божье говорит, угодить можно только верой. оказывает. То есть ничего не может такого сделать, чтобы угодить, а вот только вера. То есть оказывается, вообще вера, то есть никаких там заслуг таких у тебя больших не будет. Естественно, вы правильно заметили, что никакими делами невозможно войти в Царство Небесное, а только веры. Вот интересно, если мы откроем третью главу книги Откровения и прочитаем двенадцатый стих, вот здесь написан или представлен своего рода паспорт в Царство Небесное. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое. Вот это своеобразный паспорт, на котором три штампа или три имени. Имя. Имя Бога, имя Города, гражданином которого ты собираешься стать, и имя Иисуса Христа. А вот интересно, как вы понимаете, вот что значит имя Бога? Вообще. Что значит имя Бога? Вот я что, буду произносить имя Бога? Мне кажется, я с именем всегда связываю характер. Я связываю всегда, что вот подобие характера Бога, оно должно быть все-таки отражаться в нас. Спасибо, Анатолий. Вы помните, да, вот этот момент, когда Моисей просел увидеть славу Божию, и написано, Господь провозгласил свое имя. И Бог человек и после этого идет человеколюбивый, долготерпеливый. То есть, на самом деле, да, вот самое главное, нужно иметь характер Бога. Характер Бога, да? А второе имя, это естественно, это имя Града, это имя города, гражданами которого собираемся мы стать. И фактически, вот в 12 стихе рассматривается именно вопрос нашего гражданства, нашего нового гражданства, от чего оно зависит? Оно зависит от того, отражаем ли мы в своей жизни характер Бога. Да, на кого я хочу быть похож? Или на героев Оливуда? Или, может быть, еще на кого-то? Или, может быть, я хочу быть похожим на того, с кем я хочу проводить вечность? Конечно, однозначно. То есть, мы видим, что гражданами Царства Небеса могут стать только те, которые отражают себе характер Бога. Да? А вот интересно, а что за новое имя Иисуса Христа? Почему оно новое? Ну, потому что он в статусе новым будет Спаситель. На земле он не был Спасителем. Ну, совершилось, сказал, он совершил вот этот действительно подвиг спасения. И вот. А где мы еще встречаем новое имя Иисуса Христа? Это во второй главе 17 стихе. На белом камне. Ага. Вот вы помните, да? Давайте прочитаем. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя. И вот дальше смотрите. Которого никто не знает, кроме того, кто получает. Получает. Вот о чем это идет речь? Почему пишется имя, и почему-то никто этого имени не знает, кроме того, кто получает? Мне кажется, белый камень все-таки речь идет о Иисусе Христе как о камне, как о нашем основании. А имя новое это действительно новое имя будет, потому что имя это тот характер, с которым человек уже, скажем так, будет продолжать жить в вечность. Спасибо. Вот здесь интересно, вот когда мы анализируем 2 глава 18 текст, вот откуда взят этот образ? Вот камень, на нем написано новое имя, которого никто не знает, и кроме того, кто получает. Вы знаете, что в древности был вот такой обычай. Допустим, путник зашел кому-то переночевать, и между хозяином дома и этим путником устанавливаются тесные взаимоотношения. Они берут тогда белый камень, делят этот камень на две части, хозяин дома на одной части пишет свое имя, а этот путник на второй части пишет свое имя. После этого они обмениваются этими камнями. И это было гарантом того, что любое поколение, уже будь с этой стороны, будь с той стороны, они уже как бы всегда могут находить поддержку и приют друг у друга. Друг у друга. То есть, что здесь Господь предлагает? Вот на одной стороне я пишу свое имя, на другой ты пишешь свое имя. Твое имя ты даешь ему, он свое имя дает тебе. И это гарантия, что ты в любое время, вот показываешь, а на твоем камешке написано Иисус. И это гарантия, что ты всегда, в любое время, приют найдешься. Всегда находишь приют у Него. А Он всегда находит приют у тебя, в твоем сердце. А вот новое тоже очень интересно, это вот многие богословы приходят к мнению, почему оно новое, и никто другой этого не знает. Потому что те переживания, тот опыт общения со Христом у каждого человека уникален. И он неподражаем. То есть никто не сможет понять или пережить то, что ты переживаешь со своим Господом. И ты не сможешь пережить то, что я переживаю со своим Господом. Поэтому для каждого человека это личный опыт. Иисус открывается по-своему. Вот это то, что нужно человеку. Вот камень с именем Иисус Христос. С характером Божиим. И тогда, пожалуйста, будь гражданином Царства Небесного. В заключение я бы хотел теперь рассмотреть немного вот юридически, как все-таки происходит вот наше искупление. Мы часто говорим кровью Иисуса Христа. Это все понятно. Естественно, Господь умер за нас, чтобы мы приобрели спасение. Но вот вы знаете, что в Ветхом Завете для выкупа, для искупления есть три слова. Одно из них это пада, еврейское слово. Второе слово это гаал, а третье слово это кофер. Давайте теперь посмотрим, что из них. И между прочим, каждый из них имеет свою валюту. Валютой гаал является геула, а валютой пада является пидион. Теперь давайте посмотрим, вот геула, да, например. Вот эта валюта, когда ты что-то искупаешь, что-то выкупаешь. Но открыться в Священном Писании под вот этой валютой ты можешь выкупить. Ну давайте посмотрим, что ты можешь выкупить. Левит, 25 глава, 49 стих. «Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его». Вот это слово, здесь геула, вот это выкуп. То есть ты даешь цену за человека, который продал себя куда? В рабство, да? Да. То есть геула – это выкуп, в принципе, раба. Раба. Ну не только. Вот давайте прочитаем еще 26 стих той же главы. «Если же некому за него выкупить…» Давайте с 25, чтобы идея была ясна. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, то сам он будет иметь достаток и найдет столько…» В любом случае выкупается владение, да? Да, выкупается. В любом поле, что бы там ни было. То есть мы понимаем, что геула – это валюта, благодаря которой можно выкупить раба, можно выкупить поле, можно выкупить там дом. Да. Но когда мы говорим о пада выкупа, то это намного более серьезный выкуп. Пада – это выкуп жизни человека. То есть при совершении каких-то там… Да. То есть это уже, допустим, ты убил человека око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Вот это как бы уже более серьезное искупление, то есть искупление твоей души, искупление твоей жизни. И естественно, его валюта, она намного… Педион, да, его валюта, она намного… дороже. Больше дороже, чем геула. Но кроме этих двух валют существует еще кофер. Что такое кофер? Кофер – это означает, что ты не платишь, у тебя нет денег, но ты возмещаешь. Вот взамен этого ты что-то находишь другое по цене, скажем, равносильное, равнозначное. И ты вместо вот этого… У тебя нет, нечем это отплатить, денег нет, но у тебя есть там что-то. И ты вот это предлагаешь взамен. И вот что интересно, все эти три слова встречаются в одном псалме. Вот давайте этот псалом мы почитаем, и мы увидим, какая красота там открывается. Псалом 48, 8-9 стихи. «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек». Давайте теперь прочитаем те же самые стихи с языка оригинала. И мы поймем уже, о чем здесь идет речь. Вот смотрите, что говорит. И речь идет о жизни человека здесь. Правильно? Да. Вот говорит, «Человек никак не пада своего брата». А пада – это какое искупление было? От жизни. Его валюта, эпидиона – это была фактически цена жизни. И вот интересно, что он говорит. «Человек никак не сможет искупить пада своего брата и не даст Богу кофер за него». То есть и взамен вот этой жизни. То есть ты ничего не сможешь предложить взамен человеческой жизни. Ну, ты убил человека. Ну, что ты хочешь предлагать? Чем ты можешь перекрыть? Ничем не будешь. ничем не сможешь ты это перекрыть. И дальше говорит девятое. Почему? Потому что пидион, а это цена и его искупление, да, вот эта валюта искупления дорога. Да, она очень дорогая. То есть эта сумма, вот эта цена жизни человека настолько дорога, что ты не в состоянии просто выкупить. Ты не в состоянии нечто предложить взамен вот этого. Вот представьте, как Господь ценит человеческую жизнь. Ну, никак. Никак человек, поэтому, говорит, не искупит своего брата. Никак. Да. То есть есть очень высокая валюта и у человека такой нету. Такой валюты у него нету. Он пишет. Вот смотрите, текст как раз, вы правильно заметили, Анатолий? Текст говорит, что у тебя такой валюты нету. Это очень высокая цена. Если ты думаешь чем-то возместить, то и это не сойдет. Потому что нет подобного замещения, нет подобного возмещения, чтобы ты что-то отдал взамен на жизнь человека. То есть выше ничего не существует. Ничего. И этот текст говорит, что никогда в жизни ни один человек не сможет искупить своего человека. Но есть благая весть. И это благая весть книги Иова. 33 глава. И прочитаем 24 стих. «Бог умилосердится над ним и скажет «Свободен, освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Типа языка оригинала, да? Что здесь получается? «Освободи его от могилы, я нашел кофер». Я нашел умилостивление. Кофер. То есть нечто, что я могу дать взамен. Да. А это уже не человек говорит. То есть человек мог найти кофер? Нет. Человек не мог, а Бог нашел. И кто был этим кофером? У него валюты такой нет, он не владеет этой валютой, только Бог владеет. Да. Но даже Бог не предлагал валюту, Анатолий, вы заметили, он не валюту предлагал, а замену. Да, замену. А этот кофер, это была замена его сына. Заместитель. Заместитель, это Иисус Христос, который умер вместо человека. И смотрите, говорит, освободи его от чего? От могилы. От могилы. От смерти вечной. Конечно. Вот что бы человек бы не предложил, человек не сможет дать жизнь человеку. Ну да, он даже продлить ее не может. Конечно. Поэтому искупителем и спасителем человека может быть только Сын Божий, только Бог, который умер за нас, и вот он нашел вот этот кофер. Он умирает вместо нас, чтобы мы признавали жизнь вечную. Чтобы не мы умерли, а он именно вот замещает собой нашу смерть. Он замещает собой нашу смерть. Вот это благая весть всего священного писания. Да, мне кажется, когда человек начнет это вообще понимать, вот эту глубину, ну, мне кажется, у него не останется вариантов, чтобы не верить. Конечно. По крайней мере, должно остаться, потому что, ну как, ну, если для тебя так много сделано, если никто вообще другой тебе в жизни никогда не сможет помочь, как только Господь. И вы знаете, что самое интересное? Даже Бог не предлагает какую-то валюту за жизнь человека. Хотя у Бога вся земля, Он творит всей вселенной, но Он говорит, что даже если все это Я отдам, ну что родным или близкому или человеку, который умер? Ну что это ему даст? Ничего. Поэтому только смерть Сына Божия, она может быть стопроцентной заменой. Почему? Потому что благодаря этой смерти тот человек приобретает вечную жизнь, приобретает спасение и искупление. Поэтому пусть нас благословит Господь, чтобы мы с вами помнили вот эту Божью любовь, на что пошел Господь ради нашего спасения. И чтобы мы с вами помнили всегда, что наши имена сегодня, как и имена всех людей, они записаны в книге жизни. И от нас всего лишь требуется не потерять согласиться, не потерять это имя, которое там написано. Для этого надо отражать Божий характер и иметь свои хорошие, ясные и четкие взаимоотношения с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Пусть Господь нас благословит. Благодарность Богу сегодня действительно за этот урок, который мы имели за эту весть, может быть, сложную, но простую в то же время, что Бог настолько возлюбил каждого из нас, что Он уже сделал все. Он даже записал наши имена в книге жизни. Все небо на нашей стороне. Это прекрасно, это еще раз показывает любовь нашего Творца к нам, Его детям творением. И от нас требуется только одно, быть верными Богу до конца, быть верными, несмотря ни на какие обстоятельства в жизни, чтобы удостоиться и остаться записанными в книге жизни. Что я для себя вынес сегодня, так это то, что имя не когда-то вписывается и не когда-то впишется, когда я уже заработаю и стану хорошим. Оно вписывается от сотворения моего, со дня моего появления мое имя уже вписано в книгу. И не важно, кем я буду в жизни, оно всегда есть. И Господь долго ожидает 5, 10, 20, 50, 70 и 90 лет ожидает, когда я скажу «да». Поэтому слава Богу, что наш любящий Бог такой долготерпеливый и ждет от каждого из нас «да». Благословение. Пусть Господь благословит и вас, дорогие наши зрители, чтобы и вы помнили, что ваши имена написаны в книге жизни. Так сделайте от вас все возможное, чтобы Господь не удалил из списка ваши имена. И помните, что Господь умер за каждого из нас, чтобы каждый из нас смог жить вечно. Пусть Господь благословит вас. Иисус мой родной ближал и сердце печали нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok